приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том когда нельзя мыть голову и что ни в коем случае нельзя делать с волосами чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь друзья далее все более подробно знаете каждый из нас старается своим волосам уделять максимум внимания содержать их в чистоте и опрятности а также мы с вами любим восхищаться роскошными густыми и блестящими волосами других людей но мало кто догадывается о том что волосы имеют необычайно сильную энергетику и способны притягивать к человеку различные энергии и конечно же положительные и отрицательные поэтому очень важно хотя бы раз в месяц отрезать немножечко свои волосы и в данном случае смысл даже не в том что ваша прическа всегда будет благодаря этому ухоженной а в том что вы не будете накапливать негатив который они собрали за месяц а вы будете его убирать у каждого из вас есть знакомые люди у которых до определенного этапа в жизни были красивые волосы на них было приятно смотреть хотелось даже постоянно к ним прикоснуться а затем в определенный момент с ними что-то произошло они начали ломаться выпадать стали тусклыми и неприглядными человек начинает ходить по различным салонам врачам и к сожалению никто не может объяснить причину а ведь на самом деле все очень просто волосы данного человека впитали очень сильный посыл негатива который несет в себе ненависть который несет в себе злость зависть возможно даже проклены если бы они не защитили человека то у него в жизни бы начались сильные неприятности а также беды но на это стоит обращать внимание если что-то с вашими волосами произойдет то обязательно нужно провести чистку и обязательно больше внимания уделять своим волосам ведь недаром говорят что если человек пережил какое-то сильное потрясение какую-то беду в жизни все не идет как так как бы хотелось и обязательно нужно состричь волосы и постараться это сделать как можно быстрее так для того чтобы убрать весь негатив который окружил данного человека и он не начал притягивать новый негатив потому что так и такой негатив может разрушить жизнь человеку волосы это наши с вами энергетические антенки они ощущают все изменения которые происходят вокруг нас они ощущают то что к нам относится тот например или иной человек поэтому за ними нужно внимательно следить присматриваться и обращать внимание на любые даже самые маленькие изменения если кончики волос начали неожиданно сеешься это означает что возле вас находится очень завистливый человек внимательно присмотритесь к своему окружению бывает и такое что после общения с кем-то у вас возникает такое ощущение вроде ваши волосы как стали тяжелыми это означает что данный человек не чистосердечен просто по отношению к вам если во время разговора кто-то пытается все время потрогать ваши волосы в данном случае не берутся во внимание ваша вторая половинка или родители то ни в коем случае не позволяйте это делать так как данный человек делает это к сожалению целенаправленно и желает отобрать у вас от положительной энергии отдав взамен вам заряд к сожалению негатива если вы приходите к парикмахеру а вместо того чтобы ощущать спокойствие чтобы ощущать миротворение вас не тянет на сон а быстрее хочется вам закончить все манипуляции с волосами и вы в это время ощущаете например достаточно сильный дискомфорт значит вы на энергетическом уровне ощущаете что данный человек к сожалению имеет очень тяжелую энергию не стоит через силу продолжать обслуживаться у данного человека так как это ничего хорошего в вашу жизнь кроме множества различных проблем не принесет поэтому садясь в кресло к мастеру вы должны чувствовать тепло его рук в таком случае ваши биополе совпадают и такой человек не то что вреда вам не принесет наоборот во время стрижки покраски он наоборот равняет ваше биополе чем притягивает к вам не только положительной энергии но и улучшает ваши ваши именно эмоциональное самочувствие девушкам которые не замужем не стоит ходить парикмахеру женщине которые находятся в разводе иначе у вас так никогда не получится встретить свою вторую половинку такой парикмахер ни в коем случае не должен и делать свадебную прическу обращайте пожалуйста на это внимание чтобы вашу семью не пришли ссоры пояснение отношений и ваша семья не распалась если вы долго не можете выйти замуж то тогда обязательно сходите к парикмахеру мужчине сделав стрижку в на растущую луну и при этом обязательно скажите слова мужчина волосы мне подстригает сужена в мою жизнь привлекает я ему доверяю и суженого ожидаю моя вторая половинка поскорее приходи и мне меня обними проделав именно так такую практику очень скоро у вас произойдет новое знакомство начнутся серьезные отношения которые обязательно вашей жизни закончатся браком поэтому очень важно знать что подстригая волосы на убывающую луну вы можете больше сохранить прическу потому что она не будет быстро отрастать если же наоборот вы мечтаете чтобы ваши волосы быстро росли обязательно делайте тогда это только на растущую луну если есть то что вы хотите изменить своей жизни волосы тогда нужно стричь полнолуние во время стрижки обязательно нужно молчать и при этом думать только о том что вы желаете изменить очень скоро это произойдет вашей жизни помните о том что волосы содержит информацию о нас поэтому ни в коем случае не давайте свою расческу кому-то и всегда где бы вы не находились собирайте их чтобы они не попали в руки к тем людям которые желают возможно вам зла иначе проблемы у вас будут сыпаться на на вас во всех сферах вашей жизни избавиться от них будут очень непросто во избежание таких ситуаций лучше сразу за этим следить чтобы потом не думать как вам избежать тех или иных ситуаций если знаете что вам предстоит столкнуться с недоброжелателем или же например к контактировать с большим количеством людей тогда заплетайте пожалуйста волосы завязывайте их в хвост но чтобы они не были распущенными если же у вас например короткие волосы то перед выходом поджигайте веточку полыни и делайте ней вокруг головы круг и проговаривайте тогда в таком случае такие слова я негатив ни от кого не принимаю все посылы возвращаю кто со злом на меня посмотрит свое зло и заберет кто с добром тот добро и обретет этот простой совет обезопасит вас от негативных помыслов и различных неприятностей